Почему же именно шитьё? Первое, что приходит в голову, это доступность. Просто иголка, просто нить. Одно в другое вдеть и можно шить. А если выклинчить у бабушки машинку, то принцип тот же самый. Нить в иглу и рукой крутить крутилку. Это незамысловатые, легко изучаемые приёмы пошива, благодаря которым можно собрать как простое изделие, так и более сложное. В основном всё будет упираться в количество деталей и операций, на которые вы расщепите вашу швейную фантазию. А принцип сборки, сама суть процесса останется. Это стежки и швы. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это несложное для понимания общие правила работы основных швейных приспособлений. Позволяющие при должном развитии необходимых навыков довести свою работу до уровня, при котором стороннему человеку будет не вдомёк о кустарном происхождении изделия. О том, что это сделано на кухне съёмной однокомнатной квартиры, а не в цеху именитого бренда. Это широкий диапазон направления развития. От постельного белья до боевого снаряжения. В общем и целом то, где основой сборочного процесса изделия служат ниточные соединения деталей. Предположим, вы выбрали данный вид деятельности. Выбрали ветку развития, сошлись на изделиях из ткани. Наверняка возникнет вопрос, что же делать дальше? Как вообще запустить этот пошивочный процесс? Ежели решили шить всё-таки при помощи швейной техники, а не руками, то самое время заняться выбором аппарата. Просеяв различного рода информацию на швейную тему, стало понятно, для задуманного нужна промышленная лошадка для средних и тяжёлых материалов. Обычная прямострочная, с минимальным набором функций. Желательно современная. При одинарном продвижении материал подаётся при помощи нижнего транспортера и прижимается сверху лапкой. В данном случае нужно учитывать то, что может происходить посадка одного слоя материала относительно другого, в отличие от машинки с двойным продвижением, где подача слоёв материала осуществляется более равномерно относительно друг друга за счёт верхней лапки транспортера. Но в любом случае развитие определённых швейных навыков с лёгкостью уравновешивает этот момент. На данных фото можно увидеть те работы, которые собраны как на одном виде машинки, так и на другом. Первой моей промышленной прямострочной машинкой с двойным продвижением материала стала модель 0303 от фирмы Typical. Скромный функционал, минимум электроники, достаточно высокая надёжность, бренд, внушающий доверие. Именно такой ассоциативный ряд проскочил в моей голове во время воспоминаний о том отрезке пути, который нам довелось пройти вместе с этой техникой. Предположим, что куплено что-то подобное. Что дальше? Ведь, скорее всего, заглянув в распакованную коробку, вы увидите разобранную машинку. А инструкция не всегда панацея. Но главное понять суть. Условно подобную технику можно разделить на несколько составляющих. Ножки-столешницы. Это фундамент. Это опора основной части аппаратуры. Столешница. Некое связующее звено между всеми элементами машинки. На её плоскости происходят предшествующие по шиву манипуляции с деталями будущего изделия. А также к этой части крепятся различного рода приспособления. Такие как масляный картер, немного электроники, ниткодержатель, выдвижной ящичек, световое оборудование и, естественно, сама швейная машинка. Её голова – та часть, которая непосредственно и сшивает между собой материалы. После того, как вы всё соберёте, то сразу же увидите собранную швейную машинку. Которая, как оказалось, сама-то не шьёт и не торопится это делать, но уже бьёт копытом, рвётся в швейный бой. А ещё не время.